Дорогие друзья, всем привет! Да, не было давненько, вообще не было, мне кажется, выпуска вообще за всё это время. Дело в том, что лето, я всегда, короче, много работаю, потому что интеграции нет вообще. Вот если вы ко мне обращались бы за рекламой, мы бы просто вот каждый день снимали бы эти выпуски, я нигде не работал бы. А так приходится счастья, здоровья, горько молодым кричать вот это вот каждую пятницу, субботу. Ну и, короче, немного выпал я из-за своей болезни, и голос у меня был такой, которым раньше пиратский фильм озвучивали. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а! Виталик, оператор мой тоже, говорит, заболел, поэтому если вдруг сегодня в какой-то момент резко будет камера дёргаться, это значит, он чихнул. Про лето, про солнце. Окей, Гурис, поехали! Такой загорелый прям. Ну, я всё загорелый. Абонемент просто в солярию у тебя, наверное? Ну, у меня всё на халяву. Да? Как поделиться с тобой? Уже месяц прошёл практически, июнь. Чё успел сделать, чё не успел сделать? Успел проигрывать, успел выигрывать. Где ты выигрывал, где проигрывал? Не знаешь меня? Не. Чем вы занимаетесь? Можно, можно, можно. Да-да-да, чем вы занимаетесь? Как ты проводил лето? Я как провёл? А, ты в обратную сторону пошёл, да? Да-да-да, ответный. Я болел, представляешь? За кого? Нормально. У меня, кстати, коронавирус. Сейчас? О, давай, дорогой, да вот-вот поделились. Санимайсбоксом. Всем привет, кто меня узнал. Да, все узнали. Да, все узнали, мне знает давно кто. Кто, например, тебя знает? Алексей Долгополова. Всем, всем, кто тренируется с нами, всем привет, всех обнял. Не, обнимать уже не надо, потому что коронавирус теперь у тебя есть тоже. Ничего страшного, у них тоже уже есть. Если вдруг кто-то захочет на нас напасть, какой-нибудь один приём покажи, как защититься. Самая хорошая защита, знаешь что? Ты так и выиграл, да, на соревнованиях? Так, давай, смотри. Ну, где, пожалуйста, камеру? Не снимай, пожалуйста. Как ты говорил, надо просто слиться. Да, да, да. После этого. На ютуб-канал свой снимаем ОК Гуревск, потом, если захотите, можете посмотреть. Вот, классно, видите, вы уже помахали. Все, значит, мы вас точно уже оставим. Месяц почти прошел, что вы успели сделать за июнь? Найти работу. Ну, официантом работаю в Папа Шабеп. Что надо сделать, чтобы нормальные чаевые оставляли? Просто нужно обслуживать людей, ну, как будто тебя обслуживаешь. Ну, ты хочешь, чтобы тебя так же обслуживали, так ты и обслуживаешь. Ты, может, снимешь футболку, короче, обмажешься пеной какой-нибудь. Не хочу, чтобы меня так обслужили. Как у тебя лето проходит? Не работаю. И не учишься? Нет. Ты самый счастливый человек в мире? Я на тренировки хожу. По большому теннису. Это нужно много работать, чтобы стать первой ракеткой мира. Работать официантом по Папа Шабеп. Да. Вы вместе вообще, пара? Нет. Нет. Ну, мы друзья, можно так сказать. Да, смотрите, я предлагаю вам игру. Я сейчас задам одному из вас три вопроса. Один должен будет отойти, чтобы не подслушивал ответы, и потом задам три вопроса другому, те же самые. Если ответы совпадают, то я вам даю 500 рублей. Давай, да, отойдем куда-нибудь, так, чтобы ты прям не слышал. Какой у тебя размер ноги? 39. Кто ты по знаку зодиака? Лев. Твое отчество? Сергеевна. Размер ноги? 39. Знак зодиака? Лев. Так, и отчество? Алексеевна, не знаю. Так были близки? Да. Вот, может, поменяешь отчество ради него? Ради птихатки? Вот всегда же вот во дворе, да, есть такая тема, что когда вы собираетесь поиграть в футбол или баскетбол, есть хотя бы один тип, который играет в джинсах. Как вы лето проводите? Вот месяц прошел уже. Мы всегда работаем. Это у вас такая классная работа, блин. Нет, 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 мы просто, у нас сегодня выходной. В разумных целях, как бы, ну, немножко, немножко употребляем. Непреремлемо, как бы, ну, мы нарушаем закон. Мы не будем говорить, где мы работаем. Вы работаете, наверное, на море, вы спасатели? Мы относительно спасателей, как бы, по другой теме. Мы возим пиво. Сейчас лето, жарко, все начинают раздеваться. Какую татуировку нужно сделать, чтобы все оглядывались? Что-то непристойное. Кочегар, как говорят на попе, кочегар. Мне кажется, да. Кочегар надо набить. Да, который будет кидать в уголь. Если вы узнаете, что ваш молодой человек вам изменил, какая будет ваша реакция? А если вы узнаете, что ваш молодой человек изменил вам с другим мужчиной? Это хуже. Это хуже. Серьезно, хуже будет? Лучше с девушкой. Лучше с девушкой. Это настолько плох, что он обычно переключился. Получается. Все, мужики, вы поняли. Если что, лучше с мужиками. Есть шанс на исправление. Отнеслись бы, если ваш молодой человек вам изменил? Вообще, ну, были такие случаи. Вот такая реакция была бы. Вы были недовольны, скажем так? Были ошеломлены этим фактом? Знаешь, это было не один раз. А если вы бы узнали, что вам молодой человек изменил с мужчиной, какая ваша реакция была? Честно, я уже ничему бы не удивилась. Что хуже, изменить с девушкой или с мужчиной? Не знаю, для меня, наверное, с девушкой. Просто друзья не бы расстались. Если вы узнаете, что ваш молодой человек вам изменил, какая будет ваша реакция? Ну, расставание однозначно. А если он вам изменил с другим мужчиной? Поржом. Не, ну реально, совет для любой мальчики. Ну, то есть, в таком случае, как бы злости не будет, да? Ну, зачем вообще? Я поржу. Слушайте, это даже прикольнее. Обидно не будет, обидно не будет. Слушайте, если измена с мужчиной, то менее обиднее, чем с женщиной. Потому что женщину начнешь сравнивать, а с мужчиной вне конкуренции. Ну, на их свадьбу придете потом. Слушайте, ну, если... Ой, это, кстати, интересно. Обязательно придется. Если позовут. Будет тост про то, как он переобулся. Ну, то есть, это вся история. Да, да, да. То, что, кстати, можно так сделать, да. Ваш мужчина, ваш молодой человек вам изменил. Что вы сделаете? На хуй пошли. А если вы узнаете, что он вам изменил с другим мужчиной? Ой, посмотрю. Присоединись с треничком. У вас хорошее настроение. Отлично. Лето. Про лето мы говорим. Как вот ваше лето проходит? Плохо. Метадонной героина нету. Угу. Одни с соли. А где раньше? В спаре? В спаре убрали, да, с полок? С Викторией убрали. Ну, вы как-то сегодня справляетесь? Оно чем-то вот как-то... Да, салями, да, салями. Я тоже обожаю. Колбаса такая, да, классная? Да, салями, ага. Докторская вот эта вот молочная все, вот фигня, вот, да. Вода, блин. Да, вот с салями, классно. Пошли попробуем что-нибудь. Так, вырубай давай. Мы вообще Сахалина. Перед этим были в Новосибирске. Кольнеград рядом не стоял с Питером. В Питере весь город он красивый, архитектура вся. А в Кольнеграде только определенные локации. Кстати, ну, у нас ОМОНовцы не занимаются ППСной работой. Кстати, как вы думаете, почему они все время ходят по трое? В Питере по двое ходят. Потому что здесь рядом Европа, и чтобы не было ассоциаций, что типа по двое парочка ходит. Добрый день, а можно вам буквально пару вопросов задать, если вы не против? Давайте не нужно. Давайте тогда не два, а десять. Нет, давайте еще раз. Что, так договориться? Ой, ой, убирай! Все, вы опасные какие-то, все, мы от вас подальше, лучше пойдем. Блин, настроение такое, переменность, не прикинь, солнечный удар на работе пойму. Демонтировал дом, три часа плохо стало, и все. Упал. Чики доехал только, вот сейчас. Свои чики? Чики? Чики, чикала. А, какие-то еще есть такие словечки, калининградские фразочки. Кёнинговские, ты имел в виду? Да, кёнинговские. Я сейчас еще перебрался с такого места, где баб вообще много лета, прибрега. Там народу ужас, там... Ты переехала в Литуаль. Нет. Новый канал появился, пикап, мы подкатываем девчонкам. Постоять ли какой-нибудь вот свой фирменный пикап, мы его прямо сейчас же опробуем? Тут надо хорошо подумать. Вот смотрите, мы сейчас молодого человека опрашиваем, так по такому вопросу. Есть ли какой-то универсальный подкат, какой-то комплимент к девушке, чтобы она точно стала твоей? Просите меня, господи. Это медик мой. Да. Вы медик? Да. И кушаете огурец? Нет. Можете себе позволить? Закуска. Закуска? Сегодня можно. Смогли бы вы сделать татуировку, вот бабочка на пояснице, такую бабочку? За килограмм огурцов, например? Хороший вопрос. Килограмм хороших таких огурцов? Наверное, смогли бы. Да? Болеем за Балтику. За Балтику. Сейчас, кстати, чемпионат Европы идет по футболу. Да, да, да. Каковы шансы Балтика там выиграть? Хороший вопрос. Получится выиграть Балтику на чемпионате Европы? Получится. Будем надеяться. Все, верим на чемпионате Европы. Надежда с атомизмом. За Балтику на чемпионате Европы. Да, болеем. Болеем. Уважаемые наши жители, приезжие нашего Балтийского края, если вы к нам приехали, посетите наши достопримечательности, по возможности берегите себя и дай вам Бог здоровья. Как будто выпить сразу захотелось. Вы сразу тост сказали. Есть. Оп. Дезинфекция, дезинфекция. 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 Мы тебе давали очень много времени. Универсальный подкат, девчон. Подкатывать будете вы вдвоем. Подходите прямо вдвоем и говорите. Девушка, с праздником вас сегодня. Какой сегодня праздник? Троица. Все. Она ваша, скорее всего. Добрый день, с праздником. Спасибо. Троица. Троица. С праздником вас. Ой, господи. Все, троица. Добрый день, телеканал Тенек ТВ. Кайфуете, да? Конечно. Все, Саня нашел Тенек. Телеканал Загар ТВ. Прям вообще не вставали сегодня? Добрый день, телеканал Сушняк ТВ. Сильный, сильный, да? Сильный? Да, Сушняк. Уже не Сушняк. Добрый день, телеканал Статья ТВ. Вы знаете, что детей просто так нельзя снимать? Нет, не знаю. А зачем снимаете? Просто так снимаете? Просто так, да. Там ваших детей нет? Нет, не знаю. Просто чужих детей снимаете? Смотрим просто. Как думаете, сколько вам до двух лет? Не, не знаю. Ну, короче, пожизненно, да, скорее всего? Да, да, да. Добрый день, телеканал Шаурма ТВ. Что развалились? Шаурма ТВ. Жаримся. Телеканал Шаурма ТВ. Что развалилось? Это просто отдыхаем. Все, только не капайте, ладно? Шаурма ТВ. Конечно. Шаурма ТВ. Все. С сыром? Да. Телеканал Бузова ТВ. Коньяк? Коньяк? Нет, 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 лимонад. Лимонад. Бузова ТВ. Телеканал Дайвинг ТВ. Что, когда в воду уже? Телеканал Дайвинг ТВ. Когда в воду уже? Сейчас идет экскурсия. Когда в воду просто уже? Маски-то есть, в воду. Телеканал Стереотип ТВ. Телеканал Пикап ТВ. Вы, случайно, не коронавирус? Нет. Просто хочется с вами изолироваться. Телеканал Пикап ТВ. Вы, случайно, не манная каша? Не, не манная. Просто у вас такие комочки. А мы без комочков. Ну, желаем вам счастья, здоровья. Телеканал Пикап ТВ. Вы случайно не пробка? Нет. Просто из-за вас встал. Это очень глубокий юмор. Мы из провинции. Да, очень глубокий Пикап ТВ. Да. Вы можете одеться, пожалуйста. Тогда короночка с праздником. А что за праздник? Троица. А вот почему крестился человек, который... Перед тобой. Мы заметили, у вас классные очень такие идеи для... Тик-Ток. Хотите нам помочь? Давайте, если хотите, можно втроем что-то сделать. Пикап ТВ. Даша из Москвы, из Ярославля. Я из Томска. Дарья, Дарья. Лучше ее назвать Дарья. Моя лучшая подруга, между прочим. Меня зовут Руслан. Там тоже есть буква Р. Да. Руслан. Руслан. Из мира микрофона. Ты видела такое вот? Пикап ТВ. Слушай, это даже... Я же говорю, пробка ТВ. Это длиннее, чем мы заходили. Я же говорю, пробка... Подлиннее будет. В Калининградский секс-шопы заходили? Там есть просто из янтаря прям. Дальше поедете, отдыхать, тусоваться. В Светлогорске или в Зеленоградске, как это правильно. Там водичка, там море. Или океан. Что у вас там? У нас, да, янтарный океан. Актуальная тема чемпионата Европы по футболу. Если в футболе игрок играет высоко поднятой клюшкой, какой штраф ему за это положит? Никакой. Там нет штрафов, там карточки. Как называлась эта поза, которую вы делали? Слушайте, суть такая, что нужно проверить косые мышцы вашего пресса. Хотите, ваше проверим? Нужно пять секунд продержаться. Пять секунд, да, это как раз мое время. Все, ты молодец. Назови любой цвет российского флага, кроме белого, синего и красного. Российского? Желтый и черный. Пусть будет так. Все. Вы очень эрудированная, вы очень красивая. Очень веселая. Уникальная, общительная, веселая. Эмоциональная, можно еще добавить. Бескомплексованная. И очень скромная, кстати. И очень скромная, кстати, тоже. Как вы думаете, как называется наш проект вообще? Пикап ТВ, вы сказали? Нет, это шутка была, просто внутри проекта. Есть Руслан Белый, а вы можете быть Русланом Черным. Расизма у нас еще не было, кстати. Конечно, в целях, в целях рекламы там. Нет, для себя, конечно, все. Нет, нет, я же общаюсь. Просто многие говорят, что для себя, а потом увидим ролики в рекламе, понимаете? То есть, например, какую-то продукцию там, по крайней мере, хотя бы кафедральный саб. Все, договорились. Спасибо огромное. Просто скажи от души, что хочешь. Если вы молоды или не молоды, просто будьте очень счастливы, кайфуйте, балдейте, пробуйте то, чего не пробовали, и будьте счастливы, и любите всех, все, и вся. Такой вот был выпуск после большой достаточно паузы. Было очень жарко, поэтому все, что вы видите, вот за мной, вот это не вода, на самом деле, это не речка, это просто наш пот с Виталиком. Делайте репосты, ставьте лайки, комментарии оставляйте, это очень важно для алгоритмов Ютуба. Чего я вам объясняю, вы так все прекрасно знаете. Мы никуда не пропали, мы продолжаем снимать специально для вас. Это был проект, как он там уже называется? Окей, Гури, кстати, как вам название? Напишите в комментариях, может пора уже поменять там на Шаурма ТВ. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok